Людмила Тупала преподает историю в школе-интернате номер 115. Прививку от новой коронавирусной инфекции решила сделать при первой же возможности, рассказывает женщина. Во-первых, я хочу повысить надежность своего иммунитета. Во-вторых, эти прививки соответствуют всем требованиям Семерно-организации ВОЗ здравоохранения. И во-вторых, они дают более 95%, что ты не заболеешь ковидом. Людмилу поддерживает ее коллега Татьяна Черезова, воспитатель в том же интернате. В группе у Татьяны 14 человек. Они приходят к ней после уроков, вместе гуляют, делают домашние задания. После чего детей забирают домой. Женщина чувствует ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих подопечных. У нас очень с детьми тесный контакт. И во вторую половину дети, конечно, они стараются и прижаться к тебе, им хочется ласки, внимания. И поэтому мы очень тесный контакт с детьми. И взвесив все риски, а я человек, который 65+, мне думаю, что необходимо обязательно сделать прививку. В первую очередь на вакцинацию приглашают медиков, соцработников и педагогов, а также лиц с хроническими заболеваниями и старшее поколение. Предприятие распределили по разным дням. Как следствие, в поликлиниках нет больших очередей. Вакцина против новой коронавирусной инфекции поступает в наше медицинское учреждение в плановом порядке. Мы готовы вакцинировать всех граждан Российской Федерации, а также всех сотрудников предприятия, которые находятся на территории нашей медицинской части. Чтобы сделать прививку, нужно записаться через госуслуги, либо позвонить в поликлинику, а также по телефону горячей линии по номеру 122. Мэри Елчан, Мария Левина, События. Мэри Елчан, Мария Левина, События. Продолжение следует...